К чему вас тут придраться-то? Скажите, я хоть что-нибудь, замечание какое-нибудь сделаю. Коля, а ты мясо не взял? Да, шашлычок бы. Избошка, избошка, повернись к лесу задом, ко мне передам. Это Юлайка, это Царь Рыба, а это Екатерина Кашучик. И все вместе это проверка готовности города к универсиаде. И сегодня мы проверяем готовность самого популярного, наверное, у туристов места для фотографирования, просто для визитов. Это комплекс Царь Рыба. Я напомню, что мы уже были на автовокзале, мы были уже на часовне Поросхивы Пятницы, смотрели, как там проведена реставрация и реконструкция. Теперь приехали сюда. Говорят, раньше это место было стыдно показывать гостям, а сейчас все прибрали, все починили, все сделали. Так это или нет? Пойдем проверим. Эту рыбку нужно рассматривать детально, очень она интересная, и так уж получается, что она очень скандальная. Вот смотрите, тут, например, 4 усика, а перед реставрацией все усики пополовали, был только один. Хорошо, усы вернули, но сделали очень много неточностей. Вот, например, ржавчина уже местами пошла, рыбку нашу жалко, знаменитую. А еще наша Царь Рыба породы осетровых вошла в топ самых популярных скульптур для того, чтобы сделать селфи. Не упускайте тоже возможности. Но чаще всего селфи делают на вот этом таком импровизированном балкончике, причем делают это не совсем правильно. Вот такие селфи делать опасно для жизни и здоровья. А скажите, пожалуйста, что вы строите? Я думала, тут все уже готово, вот, внешне. Да, все готово. Просто светильник поменяем, все. А, что тогда всегда делается в последний момент? Вот, светильники меняются. Еще одна недоделка, по крайней мере, так она выглядит здесь, должна быть явно какая-то табличка. Все такое прям деревянное, красивое, аутентичное. Все покрасили дерево и целые беседки сделали. Все в одном, едином, красиво деревянном стиле. За вот эти заборчики я готова поставить даже два плюса. Во-первых, раньше они были такие противно ржаво-красно-кирпичного цвета. Сейчас они красивые, солидные, кованые, такие поручни деревянные. Но, во-вторых, раньше они были завалены снегом, а сейчас их даже моют тряпочкой. И как часто вы вот так вот моете заборчики? Грязные так моем. Очень старались авторы реконструкции сделать здесь все такое аутентично-деревянное, даже лавочки. Не просто, как обычные у нас стоят, кованые металлические, а здесь, вот, пожалуйста. Почему-то обошла стороной вся эта реставрация вот эту план-схему. Выглядит она, конечно, ужасно, все вот это ржавое, старое, и уже не соответствует действительности. Вот тут старый, ужасный, грязный, вонючий туалет. Мы пришли к самой долгожданной части всей реставрации. Это, наконец-то, крытый, теплый туалет. Я вижу две кабинки, в каждой кабинке и унитаз, еще и пессуар. Мыло есть, вода горячая, что самое главное, есть. И сушилка работает. Как классно! Я никогда еще так не радовалась за туалет, но столько было негативных отзывов, столько жалоб в проверку из-за туалета. Говорили, что бедные японцы вообще чуть с ума не сошли, когда им показали то открытое, грязное. Что у нас было и вонючее до этого, для людей с ограниченными возможностями. Это вообще очень классно. Вот такая вот приспособлялочка сильно облегчает жизнь. Ну, кстати, здесь удобно, что все таблички продублированы и на русском языке, и на английском. Но нигде не написано, что это туалет. Мы, конечно, догадались интуитивно, по старой карте еще, но так здесь хотелось бы какой-то значок, что это то самое. Здесь есть, например, вот не только лесенки, а еще есть целый пандус, опять же, для людей с ограниченными возможностями. Очень все понравилось, дети в восторге, мы тоже в восторге. Что вам понравилось так? Все то, что оборудовано, и места для отдыха, и спуск к Энисею, ну и вся площадка, очень чисто, аккуратно, все очень здорово. Дополнить, что урн не хватает небольших. Некоторые жители все-таки мусорят здесь. Уровень воспитания, конечно, у нас тоже тут присутствует. Мы пришли в сувенирную лавку, раньше это были просто уличные павильоны, и людям негде было погреться. А сейчас здесь можно не только полюбоваться на какие-то вещи, но еще и ручки свои погреть. Финансово получи, покупайте. То есть это не просто красиво, это еще и потом приносит денежку с собой? Конечно, примагнитит, так и примагнитит. В соседнем отделе еще больший ассортимент берестяных изделий. Скажите, а кто больше продается, это Путин или Десятирублевка? Путин. Он всем нравится, а как без него? Комплекс «Царыба» сегодня проходит проверку новостей ТВК. Здесь огромное количество плюсов, здесь действительно новый обновленный внешний вид. Здесь теперь такое место, которое не стыдно показать и гостям, и просто красноярцам, которые сюда приезжают, тоже здесь не стыдно теперь и приятно даже погулять. Но два замечания у нас все-таки осталось. Это план-схема, который срочно нужно заменить, и это количество урн, которых здесь сейчас недостаточно, и об этом говорят сами посетители, тоже это хотелось бы исправить. В остальном проверку новостей ТВК не проходят, а я напоминаю, проверки никто не уйдет. Если вы хотите обратиться в нашу рубрику, просто выкладывайте вашу жалобу в любую социальную сеть с хэштегом «Проверка ТВК», и мы придем туда, где вас никто не ждет. Это Екатерина Кашучих, Николай Чистяков. Новости ТВК.